Рудольфс Лауманис «Может ли латыш избегнуть писания стихов, и как этого добиться?» Читает Евгений Бразовый-Брышковский Не думайте, что я обратился к этому вопросу волей случая, и что лучше бы нам поговорить, скажем, о балете. Он, по-моему, пока не достиг у нас такого развития, чтобы понадобилось изыскивать от него спасение, словно от моровой язвы, распространение которой следует немедленно ограничить. Народ, чья балетная труппа состоит всего из восьми фигурантов, восьми фигуранток и чужеземной солистки-танцорки, может еще лет двадцать пять преспокойно выделывать свои па, прежде чем наступит пресыщение. Но разве в стихотворстве оно уже заметно? Ведь у нас непрестанно сетуют на нехватку поэтов. Да, читающая публика, верно, по старой памяти только о том и вздыхает. Но дело-то обстоит как раз наоборот. И на кухнях духовной пищи любой, от шефа-повара до последнего поваренка, может присягнуть, что кропающих ради печатания куда больше, чем тех, кто об этом не помышляет. Воздержавшихся ничтожно мало. Отсюда ясно, что из всех искусств воздержание самое трудное, и его адепты заслуживают прилежных учеников. При более основательном рассмотрении предмета приходится признать, что у нас не сделаться стихотворцами впрямь чрезвычайно тяжело. Современное образование, изрядное, слава богу, количество газет, махинации книгоиздателей, пристрастие к чтению и распеванию модных песенок – вот те обстоятельства, по которым добрых молодцев и девиц неудержимо тянет к писанию стихов. Лишь очень сильные натуры могут перебороть в себе это влечение. Считать, что от него охраняет отсутствие способностей – полнейшее заблуждение. Кабы так, многое осталось бы ненаписанным и не увидело света. Между тем, роль таланта второстепенна. Не то, чтобы он был попросту вреден, но полагать его всенепременным и обязательным условиям – заведомая ложь и обман. Коли мы согласны в том, что природа, которая каким-то неведомым способом наделяет или отказывает человеку во всевозможных дарованиях, не почла необходимым снабдить нас в жизни противоядием от устремления к версификаторству, то, будем логичны, содействовать ущербу этой пагубы можно лишь искусственным путем. Я умышленно говорю ущербу, а не искоренению, так как убежден, что люди, одержимые жаждой вершиплетства, неизлечимы. Помощь может прийти со стороны одних воспитателей, которые, руководствуясь высокими принципами, могли бы достичь известных успехов. Есть, понятно, немало таких, кого ничто не удержит от щелкоперства, коль уж они явились на свет Божий. В земной юдоле барьеров и преград для них не существует. И меньше всего их останавливает собственное невежество. Так Уллерих фон Лихтенштайн, немецкий поэт, не умел ни читать, ни писать, и потому декламировал свои стихи слуге. Это доказывает, что благоразумные родители, полностью избавляющие своих детей от учения, чтобы те ненароком не прилепились к поэзии, напрасно стараются. Подчас именно благодаря просвещению человека озаряет, что он может и не быть поэтом. Хотя это случается редко, так как мы еще готовы признать отсутствие дарования у ближнего, но у себя никогда. Чем глубже вникаешь в вопрос, может ли латыш избегнуть писания стихов и как этого добиться, тем отчетливо и видишь, что найти ответ едва ли возможным. Так отказаться от попыток достичь благородной цели – нет. Тяга к стихотворству обычно проявляется с молодых ногтей. Она прорезается иногда у детяти, едва достигшего трех-четырехлетнего возраста. Писать эти вундеркинды, безусловно, еще не умеют и рифмуют устно. При первом же обнаружении подобных симптомов надо спасать ребенка, пока не поздно. Увы, как правило, в таких случаях ничего не предпринимается. Родители, дядья и тетушки в неописуемом восторге поощряют это занятие разного рода подарками, льстя себя надеждой, напрасной, конечно же, что со временем их чадо оставит дурную привычку. В школе понуждают заучивать стишки и писать сочинения. Зато в свободное время детям дозволяется кое-что читать. Вот тут-то частенько и объявляются писатели и писательницы. Чтение романов доводит их до бумагоморания. Итак, вот вам мое мнение. Запретить молодым людям читать художественные произведения. Мало того, главная рекомендация состоит в том, чтобы отпугивать детей от писания стихов и как можно раньше. Например, при помощи страшных сказок, где поэт предстает в виде призрака или другой нежити, либо язвительными насмешками над парнастским племенем. Состоятельные семейства, принадлежащие к сливкам общества, могут нанять в устрашение своим отпрыском какого-нибудь хилого и грязного оборванца, который бы изображал время от времени поэта. Ежели ребенок проказлив и строптив, недурно пригрозить ему буккой. Мол, погоди, вот не будешь слушаться, придет поэт и унесет тебя в дремучие леса. Кроме того, полезно прививать детям сугубое уважение к деньгам, разъясняя, что поэты все до единого, а латышские особливо, имеют обыкновение умирать голодной смертью. Избави вас, Бог, упомянуть о пяти миллионах франков, оставшихся после Виктора Гюго, а тем паче прописательский фонд комиссии по наукам. Может статься, кое-что о фонде уже попалось малышу на глаза. Тогда надлежит уверить его, что на эти деньги будут издаваться ученые труды. На детский вопрос, что же в таком случае останется на долю комиссии, ответствуйте. Открытие филиалов. Впечатления, полученные человеком в юные годы, большей частью не забываются. Будя воспитатели поступит означенным выше образом, вредное влияние стихотворства может быть ослабнет. Правда, серьезнейшей к тому препятствием является общедоступность и легкость занятий поэтическим творчеством. В самом деле, что для этого надо? Бумага, чернила, перо или грифель? Издержки мизерные, а предаваться сочинительству можно где душе угодно. Хотя и говорят, что любители игры на фортепиано тьма тьмущая, но поэтов все же больше. Ибо для фортепианной игры и выдающемуся музыканту необходим рояль. Поэт же носит свой инструмент в кармане. Другие роды искусства недоступны без более или менее серьезных штудий. Самый жалкий мазила обязан научиться владеть кистью. И напротив, любой ученик волосной школы писанию обучен, а материал, то бишь слова, вполне может черпать из обыденных речей. Поэту также проще, нежели другим художникам, донести свои сочинения до ценителя. Органист не в состоянии обременить меня, если у него нет под рукой органа. Не то поэт, способный излечь из дюжины кармашков 370 исписанных листков и подряд их зачитывать, или того хуже, обрушить на голову намеченные жертвы все свои писания, которые он, разумеется, знает наизусть. С учетом этого, целесообразно иметь в редакциях комнаты с несколькими запасными выходами, желательно в первом этаже, чтобы можно было, когда приспичит, вылезти в окно. Прятаться и затруднять вход в помещение – мало толку. В редакцию газеты Диэна Слапа теперь можно проникнуть лишь по одной единственной лестнице, миновав по пути две комнаты, темный коридор и четыре двери. И кто сказал, что это помогает? К тому же поэту ознакомить со своими произведениями широкую публику намного легче, чем служителям других муз. Между нашими газетами ныне царит столь оживленная конкуренция, что даже распоследние опивки пользуются спросом. И посему Аузис Пьедурс, Теодор Сраговскис и Ижи с ними без устали сцеживают и торгуют в разлив этими помоями. Что претит христианскому вкусу, тому не отказывает в благоволении жид. И в конечном счете у нас буквально каждому поэту удается увидеть свое имя напечатанным. А раз так, то нечего удивляться, что полку поэтов пребывает день ото дня. Для благоизящной словесности и ее приверженцев не худо бы стихотворство по возможности затруднить, но я такого средства не знаю. И коснулся этого вопроса мельком. Пусть уж достойнейшие мужи рассудят в почтенном собрании этот животрепещущий вопрос. Может ли латыш избегнуть писания стихов? И как этого добиться? Опубликовано в газете Дейна Слапа в 1899 году. Перевел Леон Гвинн.